Всем привет! Меня зовут Женя и сегодняшнее видео будет о новинках. И мы продолжаем мою рубрику «Пробуй вместе со мной новиночки». Кстати, давайте придумаем мои рубрики названия, так как я что-то, ничего не могу придумать, как назвать рубрику, так как уже все названия заняты, если честно, другими блогерами. Так что, если вы мне поможете в этом сложном вопросе, то будет здорово. Напишите в комментариях, как назвать рубрику, типа «Пробуй вместе со мной новинки с Женей Гей». И так далее. Могу сказать смело, что сегодня будет любимейшая рубрика — это помады. Сейчас в руках у меня потрясающей красоты коробка. Она выглядит очень дорого и богато. И на коробке присутствует золотая фурнитура. Посмотрите, здесь надпись «Лореаль» и «Бальман». Все потому, что совсем недавно «Лореаль» сделали коллаборацию с модным домом «Бальман». И сейчас мы вместе с вами раскроем эту коробку. Честно сказать, я ее не открывала помады, не тестила. Я специально выжидала момент, чтобы это сделать вместе с вами. Мне кажется, так намного интереснее и эффектнее. Коллекция была создана при помощи креативного директора «Дома Бальман» Оливье Рустеном. Эта коллекция состоит из 12 оттенков, которая разделена на три модных отряда, так сказать. Сами помады выглядят очень красиво. Обрамленные в красивые футляры под «Малахит», «Оникс» и «Янтарь». Знамя о том, что помады скоро появятся в России в продаже. Поэтому давайте рассмотрим все 12 оттенков помад. Может быть, какой-нибудь из них вам приглянется. Помада в зелененьких футлярах называется «Гламазонка». Первый попавшийся мне оттенок так и называется «Гламазонка». Помада имеет очень приятный аромат, такой классический, французский. Плюс ко всему, да, она матовая, но она не сушит губы и не засыхает сразу, знаете, так корочкой на губах. А совершенно комфортно, мягко. Следующий оттенок называется «Городское сафари». Мне он уже нравится. Очень красивый нюдовый оттенок. Потрясающий. Третий оттенок называется «Лихорадка». Очень красивый кирпичный цвет. Оранжево-коричневый. Посмотрите, какой он классный. Боже мой, посмотрите, какой красивый цвет. Он оливковый. Называется «Инстинкт». Мне кажется, я сейчас сойду с ума, потому что он потрясающий этот оттенок. У него присутствуют такие мелкие-мелкие золотые блесточки, прям совсем маленькие, их не видно, мелкого помола. Кто не любит яркие помады, вы сейчас просто в шоке, потому что, ну, какой-какой, но только не оливковый на губах, да, зеленый цвет на губах. Казалось бы, очень странный, но нет. Он носибельно-зеленый. Эти оттенки, они носибельные. Группа помад в синих футлярах называется «Рок». О-о-о, подходит под мою капу. Этот оттенок называется «Мятеж». У этих помад просто потрясающая пигментация и текстура, они передают цвет на 100%. Цвет называется «Легенда». Как я люблю яркие, необычные оттенки, кто бы знал. Очень красивый оттенок. Оттенок под названием «Сила». «Сила». Сарь бы точно понравился этот оттенок. Он называется «Свобода». Третья группа помад выполнена в черных футлярах под названием «От Кутюр». Называется оттенок «Признание». Такой нежный повседневный оттеночек. Красивейший красно-матовый оттенок под названием «Доминирование». Эта коллекция создана специально для меня, она в моем репертуаре. Тут суперкрутые яркие оттенки, все как я люблю. Какой красивый красный, посмотрите. И последний оттеночек этой фэшн коллекции называется «Раскрепощение». Темно-темно-фиолетовый баклажан. Ура, закончили 12 оттенков. Мои губы в шоке просто, потому что их постоянно стирала и оформляла. Это, конечно, не так легко, как кажется, но мы с этим справились. Мне интересно ваше мнение, поэтому пишите в комментариях, как вам эти помады, как вам оттенки. На самом деле мне нравятся, мне понравилось качество, текстура. Пишите ваше мнение, мне интересно почитать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok